Привет зритель, сейчас будут пустые баночки август, сентябрь, октябрь за последние 3 месяца начну с бытовых пустых баночек их всего лишь 3 короче, вот эта штука я возможно ее уже обозревала мне всегда казалось, что это называется мягкий крем, возможно какой-то другой мягкий крем у меня был а это называется на самом деле чистящий крем универсальный 500 мл чистить до блеска и не царапает, активно борется с пригоревшим жиром, изысковым налетом, трудновыводимыми загрязнениями, новинка выгодная уборка, всего лишь 35 рублей и я покупала его в светофоре два раза он у меня был надо вот как-нибудь до тут доехать и купить короче, вот, хорошая такая штука вообще реально все вот это делает, что-то перечислено универсальная ванну можно отмыть можно отмыть туалет, можно отмыть раковину можно отмыть металлическую раковину, можно кастрюйку какую-нибудь отмыть что только нельзя им отмыть и довольно такой безопасный для рук, я как-то мыла посуду, его на губку нанесла и без перчаток была и кожа на руках нормально была ну, конечно, туалет я мою в перчатках резиновых со щеточкой там и ванну тоже вот эта штучка у меня закончилась я покупала в магазине нужные вещи что-то в районе 50 рублей у меня тут рука дергается, потому что на коленях сидит кот, которому ну, приспичило я его потом подниму в кадр если он не сбежит раньше ну, по крайней мере, постараюсь его поймать перед тем, как он сбежит бальзам для мытья посуды людвиг, лаванда тут 500 грамм на довольно долгое время хватило его в общем ну, не знаю, месяца на 3, может, даже на 4 экономичный очень я случайно его так увидела вообще зашла в магазин, не помню на чем ну, увидела и смотрю, лаванда и что-то у меня как раз, по-моему, заканчивалось какое-то средство для мытья посуды я решила, почему бы и не купить такая тут пупырчатая, ребристая бутылочка по сторонам с дозатором обычным таким так и сейчас будет фаберлик буквально сегодня закончилось я его практически все выдавила из него это дом фаберлик косметика для уютного дома мыло для кухни, устраняющие запахи китчен сап так, аромат экзотических фруктов экзотик фрюц мягко, эффективно моет не раздражает и не сушит кожу рук это подарок от подписчицы Лёли благодаря ей я узнала, что существует мыло для кухни второе у меня такое мыло для кухни от фаберлик и оба от Лёли они были 11-215 мыло для кухни 300 мл экономично хорошее мыло я им и руки иногда мыла на кухне по большей части посуду им мыла хорошо вообще посуду моют очень клевая спасибо Лёлечке и если что, советую вам мыло для кухни от фаберлик сейчас тоже от Лёли будет гелик это у нас Эйвен Энканта розовый букет кашемир гель для душа с нотами янтаря увлажняющий такой кремовый гель немного жидкий но довольно экономичный хороший единственный минус он мне иногда сушил кожу вот на плечах так на спине иногда на ногах ну так вот как-то раз на раз я так не поняла по какой причине ну у меня для этого есть лосьон от Эйвен тоже от Лёлечки он обычно бывает в моём уходе на месяц в следующем уходе на месяц он тоже будет в общем закончился буквально сегодня точнее даже вчера ещё закончился потому что сегодня я другой гель открыла и тут 200 мл очень классный пах на коже оставался аромат если звук какой-то то у меня закончился монтаж на ноутбуке Ленова ролик который скоро потом загрузится на ютуб короче очень классный гелик я советую вам покупки у меня был такой голубенький когда я ещё была представителем Эйвен мне нравился аромат и я думала такой заказать и попробовать и вот в результате мне Лёля его подарила очень классный гелик большой Лёлечке и в восторге в общем от него у меня тут есть пакетик я его нигде особо не обозревала он мне как-то лежал лежал есть не просила я иногда делала ванну с ним обычная соль для ванн живая сила древних малей для тонизирующих и профилактических ванн спа от Лара соль морская обычная крупная крупная морская соль килограмм тут что-то около 40 рублей вроде покупала даже в пятёрке но иногда так продаётся в пятёрке покупала как-то в чёрном коте хорошая обычная соль для ванн можно там её с чем-нибудь смешать и будет какая-нибудь ароматная соль для ванн я кидала обычно ванну и ещё там какую-нибудь пену для ванн или отвар трав каких-нибудь или просто делала соль для ванн хорошая сделана она в Питере срок годности 5 лет натуральная морская соль так у меня закончилось мыло тут водичка я его пыталась окатить и выжать всё что можно это тоже подарок от подписчицы Лёли это Фаберлик бьюти кафе очень деликатный мятный шоколад жидкое мыло для рук люкуид сап лакомство для тела 0 калорий вот такие вот мятные шоколадки делает какая-то финская фабрика не только финская вот эти такие шведская возможно фабрика в той степи в общем делается это всё прибалтика скажем так делает такой вот вкусный мятный шоколад и у Нестле он есть и вот по вкусу шоколад такой же как тут по запаху по аромату очень хорошее мыло было мне где-то месяца на полтора его хватило тут 200 мл 8 месяцев после вскрытия номер этого мыла а вот я вижу 2230 если кому-то нужен то вот номер мыла 2230 можно заказать очень вкусно но не съедобно только для наружного применения очень классное мыло спасибо лёлечке я думаю этот слаконик использовать может какой-нибудь так вот гель сюда залить половинку какой-нибудь геля залить чтобы и не только мыться но и ручки мыть в общем классно не единственные духи которые закончились я думала будет ещё одна баночка но вот они видимо останутся когда-нибудь потом это вербена кеньская вода уже глубокая снятость от ифраше одеколон можно сказать но кеньская вода считается одеколоном тут у нас было сколько хоть тут было 125 мл так вот сейчас он убегает но он убегает поймать я его не смогла не знаю возможно кусочек был в камере тут на пустые баночки он прыгнул у меня уцепился ещё короче в общем перехожу это свежий это свежий лёгкий аромат летний он у меня был в уходе точнее в моих ароматах на лето пахнет немножко отдалённо напоминает дюшес до сих пор пахнет очень классный вкусный аромат у них было переиздание просто вот утро в саду было у них вербена но день и ночь вообще не сочетаются не похоже плюс вербена от утра в саду недолго держится на вас знаю что у них вроде ещё какое-то переиздание было той же вербены но я не нюхала поэтому ничего сказать не могу но это очень классный аромат у меня такой флакончик был только один вот чайное дерево оно же зелёное дерево у меня несколько флакончиков было и у меня ещё он не закончился но этим я обычно пользовалась так же как чайным деревом летом по большей части когда жара себя с ног до головы опрыскаешь и просто свежесть и кайф тут какая-то малюсенькая капля ещё ходит но она уже а слушайте оно что-то ещё на меня напрыскало я ещё что-то додавила в общем отличный такой аромат если у вас в закромах родины такое есть то вам крупно повезло это очень классный аромат я не знаю именно вот конкретно таких аналогов что были один в один не встречала но мне очень нравился вот вербена от Ифраше жаль что у них вот самые конкретно такие хорошие отличные вещи в том числе и духи снимаются без производства без возможности реинкарнации и сейчас ещё пойдёт три гелика для душа и два из них от Лёлечки опять же это Фаберлик витамания впервые попробовала вот в таком флакончике и вообще ту серию линию косметики от Фаберлика вот эту витаманию именно от Лёли двести миллилитров витамины гель для душа смородина и ежевика вот тут слушайте что-то ещё есть можно будет на себя выдавить допустим завтра в душе сначала он мне как-то чуялся как смородина в душе в самом сейчас вот он чуялся именно как ежевика иногда ощущалось и то и другое вместе взятое у нас в саду есть ежевика но такая крупная кисловатенькая и поздняя такая в октябре ещё в начале даже в середине были ягодки а у моих родственников в выдрах есть чуть более мелкая ежевика она очень сладкая она где-то в середине лета цветёт и вплоть до первых чисел октября ну в смысле плоды даёт плодоносит в общем классный такой гелик можно сказать что экономичный и хорошо пенился в общем очень мне понравился спасибо Лёлечке за такой подарок очень полезный и второй ещё такой тут уже вот такая розовенькая водичка осталась я из него выдавила всё а тут видимо не заметила что там не всё выдавилось это у нас тоже фаберлик витамания тут витамины А, Е и П, П сейчас гляну тут тоже какие-то витамины вроде были да и тут тоже А, Е и П, П оба с витаминами одинаковыми витамины гель для душа клюква и земляника 200 мл мне что-то кажется он для меня пах именно клюквой вот и сейчас он для меня пахнет именно клюквой землянику я там не ощущаю совершенно но клюква очень приятный аромат напоминает какой-то гель для душа возможно лимитка новогодняя и фраше вот такие клюквенные у них были какие-то гелики и вроде даже что-то такое вейвен было с клюквой ну очень классная штука спасибо лелечке мне очень понравилось у меня закончился гелик который я выбирала в подарок как-то в фраше когда-то я уж не помню когда у них там год года полтора наверное они делали заказы довольно прилично может даже два года I love my planet я люблю свою планету написано тут у нас это лимитирование ну не совсем лимитированная коллекция даже не лимитирована 100 мл ну изначально это был призернатур у них но потом оно обновилось эта серия уже призернатур не пишут но считается что все еще призернатур это на 100 ну и 100 мл на 40 применений суперэкономичный гель 12 месяцев после вскрытия живет и сделан даже во Франции концентрированный гель для душа тиары и ланг-эланг очень мне нравится аромат и тиары и вместе вот сочетание и ланг-эланг хотя помню первый раз когда в 2011 году во Франции заказала гель для душа серии Жордан Дюмон с Адемира и ланг-эланг мне он очень не понравился он какой-то был ну очень тяжелый аромат для меня вот вместе с сочетанием он мне понравился и спустя вот там может года 3 назад мне и ланг-эланг как-то попался в чистом виде тоже очень понравился такой согревающий аромат универсальный на любое время года мне кажется но он не экономичный я его обозревала в уходе на какой-то месяц и второй раз мне попадается вот тоже другой был немножко аромат такой же флакончик концентрированный гель он выглядит как жидкий мед и вроде кажется такой вот чуть загустевший мед который начинает уже загустевать кто пчеловод или хотя бы как-то сталкивался с медом но меня понимают о чем я вот подобная консистенция и так наклоняешь наливаешь он как бы более такой жидкий но есть густые вот концентрированные гели есть чем сравнить разных фирм и шампуни концентрированные густые тот же хотя бы на ум приходит органик тай но вот день и ночь там сделана такая как бы хорошая задумка но непродуманный этот колпачок вот здесь кажется что такая вот силиконовая дырочка и что возможно там вообще копирюшечка выпадает на самом деле там такой вот крестик крест-накрест скажем так на донышке этой дырочки и наливаешь и вот пока ты не уберешь руку может вылиться сколько угодно не капелька капает как рассчитано вот там или ты ожидаешь что вот наливаешь и будет капелька кап и все а выливается приличное количество и этого приличного количества в принципе хватает и за счет этого хватает не на 40 применений конечно же и он не очень дает такую пену чтобы да вот натуральные компоненты все такое даже в этом плане оно как бы не настолько дает пену чтобы вот хотя бы можно было помыть тушку вот мне на тело надо пару раз на губку вылить несколько вот таких применений не одну капельку то что там вылилось что-то выливается больше чем ну как бы я даже держала вот так вот держала оно так выливается вылится такая приличная лужица а потом надо будет надавить на тюбик чтобы допустим еще вылилось я делала с ним пену для ванн я забывала что оно как бы жидкое и когда откручиваешь крышечку и наливаешь точнее как я не ожидала что оно настолько жидкое я открутила крышечку хотела туда налить немножко этого гелика и обычное густое что-то такое концентрированное но медленно идет а тут так пшик вылилось вообще и еще мимо крышечки пену конечно оно хорошее дает вот как пена для ванн это отличное средство хоть и не экономичное как гель для душа оно немножко менее пенное не знаю с чем связано и как-то надо добавлять на себя на губку этого средства чтобы как-то себя до конца помыть нормально я когда-нибудь возможно куплю себе этот концентрированное ну не обязательно даже его вообще концентрированное гель от ифраше но скорее всего буду покупать или на вайтберсе иногда там вижу ифраше или на озоне потому что с ифраше у меня не сложилось как-то они сами почему-то решили от меня отказаться хотя я с ними с 2011 года и мне кажется клиентов надо было постоянно как бы ценить а не делать с ними такую свиню как они мне в начале года подложили мой аккаунт второй раз за пользование вообще с ними за все эти 9 с лишним лет они дали какому-то другому человеку и мне на аккаунт делали кучу-кучу просто заказов как бы на левое имя на мой мейл я знаю что у них был какой-то сбой но вместо того чтобы признаться людям у нас там случился сбой и база данных перемешалась они решили повесить это все на своих же клиентов забанили мне тот аккаунт дали другой аккаунт но он не рабочий потом заблокировали мне мою карту клиента который оффлайнового бутика потом вроде как ее разблокировали но так как я в Ярике в этом году не случилось из-за коронавируса в Рыбинск я тоже не была у нас в самом городе нету этого оффлайнового магазина и фроша то я даже не знаю жива моя карта или не функционирует и как это вообще проверить так что с и фроша у меня как-то не сложилось в этом году они решили что им клиент не нужен но этот гель где-нибудь куплю хорошо что-таки что на Азоне и фроша бывает периодически иногда даже по скидкам более чем вот ну какие-то продукты в и фроше без скидок по умолчанию на Азоне допустим на эти продукты бывают скидки и у меня закончилась баночка алоэ вера фудоголик покупка с Азон вообще подарок заказ на мое имя с Азон от подписчицы Ани алоэ вера 99% но тут еще 1% всякие мелкие составляющие и Корея тут даже на баночке так на крышечке выгравила Корея не знаю будет ли видно в камеру вот такая крышечка была баночка я ее вообще досконально все выгребала там какие-то может минимальные остатки на донышке остались удобная хорошая баночка надолго хватило меньше чем конечно на год но все же хватило 12 месяцев после вскрытия и до 13 февраля 22 года оно бы жило но оно у меня закончилось раньше сейчас у меня уже другое алоэ вера и даже не корейская спасибо Ане за подарок отличная вещь вообще советую вам алоэ вера гель любой фирмы универсальное средство вот такие у меня возможно не настолько много все-таки вышло баночки с августа в августе у меня по-моему вообще как бы не было ничего август-сентябрь и октябрь но я решила что лучше их обозреть хоть сколько-то тут накопилось и как бы разгрузить место да всем спасибо за просмотр всем пока